Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о очень хорошей альтернативе коляскам, таким как от компании Тутис, Норди. И это просто сейчас, наверное, одни из самых таких популярных брендов. Есть такой прекрасный бренд, как Руан. Моделька у нас называется Buzznext. Это по совокупности характеристик, моментами даже интереснее, чем те бренды. А еще Аннекс, кстати, тоже хороший конкурент. И это вот хорошая альтернатива для этих брендов. Плюс-минус те же деньги, но все-таки чуть-чуть дешевле. Вот. Коляску смотрим мы с вами в комплектации 2 в 1. Моделька называется у нас Buzznext цвет голубой Ocean Nude. Правильно называется цвет, чтобы вы понимали, что за цвет перед вами. Это польский, друзья, тоже бренд. Давайте базовые технические характеристики пробежимся. Один год производитель дает гарантию. Вес с люлькой у нас 13,5 килограмм. Когда мы сюда установим прогулочный блок, вес увеличится до 15,3 килограмма. Друзья, это такой конкретный внедорожник, вседорожник. Такой весистый, приятно едущий. Мне очень нравится. Вес, если для вас критичен и у вас на 5 этаж без лифта, то можете пропускать это видео. Коляска не для вас. Можно посмотреть что-то полегче. Если же вес не критичен, то она во всем остальном вас должна устроить. И здесь очень хорошая, кстати, ткань, друзья. К этому мы подойдем. Наклон в прогулочном блоке 110-175, вполне себе. До 3 лет позиционирует 3-4 года. Приблизительно можно эксплуатировать эту колясочку. Ширина колесной базы у нас 60 сантиметров. Что мне нравится? Очень хороший размер люльки. 75-35. Она такая большая, широченная. Поэтому мое почтение. Что у нас здесь? Антимоскитка, дождевик, сумочка, пледик даже будет идти. Неплохо. Комплектация очень даже хорошая. Так. И начнем изучение с вами с люльки. Сверху вниз пойдем изучать. И про ткань обещал сказать. Мне очень сильно нравится такого рода ткань. Послушайте. Это такая плотная, знаете, как брезентик. Безентик такой, знаете, как одежда у строителей. Крепкий очень материал. Он, в смысле, не такой, не противный. Нет. Он просто, я его называю антивандальный. Его даже вот гвоздем повредить сложно. Очень хорошая, плотная, качественная ткань. Естественно, с пропиткой, водоотталкивающей. Само собой. Вот. По тканям прям все отлично. Посмотрите, какой здесь большой козырек, друзья. Здесь можно еще вот эту секцию открыть. И, собственно, будет у нас хорошее проветривание. Вот здесь тоже бортик. Плюс у нас есть накидки. Вот такой вот бортик со смотровым окошком, что тоже есть у туктисов, например, у тех же. Это, наверное, отличительная черта этих колясок. И здесь, пожалуйста, тоже есть. Очень удобный доступ к ребенку. На замочках у нас идет сверху резинка, чтобы было более герметично. Открываем два боковых замочка. И открывается у нас прекрасный доступ в эту прекрасную большую широченную люльку. Здесь, видите, у нас есть отсек, чтобы можно было ребеночка чуть подсадить, если он захочет. Вентилируемое дно, если что. Вот. И очень классный, приятный матрасик. В общем, внутреннее убранство мне очень нравится. И внутренняя ткань очень приятна, тактильна. В общем, по... А, здесь еще кармашек, кстати, есть. Ну, не знаю, мама там захочет что-то убрать, если вдруг. Ну, или папа. Всякое бывает. Вот. То можно это сделать. Собственно, по люльке вот такая история. Мне люлька очень нравится. Давайте снимем блок, посмотрим. По бокам у нас здесь кнопочки. И есть ли у нас тут ножки? Ножек нет. Есть вентиляция. Но, по большому счету, здесь, если бы было кожное основание, ножки обязательно нужны. Хотя некоторые не делают, друзья. Вот. Здесь полностью пластиковое дно. Поэтому смело ставьте. Да, чуть-чуть могут поцарапаться, следы эксплуатации будут. Но вы не избежите этих следов. Поэтому смело пользуйтесь. Можем ставить и не париться. Сейчас мы с вами установим прогулочный блок. И изучим его. О, здесь прогулочный блок, друзья. Это целый трон. Почему она увеличивает размер, вес? Потому что вот такой он огромный. Он, естественно, реверсивный. И по ходу, и против хода движения можно ставить. Я сейчас попаду. Вот такая накидка на ножки. Она с очень высоким бортом. И ребенка закрывает там полностью. Поэтому от непогоды в нашем чудесном Санкт-Петербурге можно, собственно, укрыть ребеночка без проблем. Откидочка классная. Сам блок здесь большой. Очень большой. Вместительный. Сейчас мы его поднимем. Здесь, смотрите, вот такой вот большой козырек. Сейчас я сумочку чуть-чуть в сторонку уберу. К ней мы вернемся чуть-чуть позже. Не забыть бы. Собственно, давайте отрегулируем с вами спиночку. Я здесь уже открыл замочки, чтобы спинку можно было чуть в большем диапазоне регулировать. Вот так вот наклоняем. Здесь, когда замки открываем, здесь появляется дополнительная секция для проветривания. Сеточки по бокам. Очень здорово, друзья. Собственно, давайте вот так посмотрим. Наклонили. Спинку опустили. Вот. Это ее максимально лежачее положение. Поднимаем подножку. Одеваем накидку. И ребенок, как в бункере, там спрятан. Все хорошо. Тем более, за такой тканью, непродуваемой абсолютно, ребенку будет очень даже комфортабельно, друзья. Регулируется вот таким простым способом. Все хорошо. Теперь посмотрим на сам блок. Блок, что мне в нем нравится. Очень высокая спинка. Широкий, классный матрасик. Идет в комплекте. Действительно приятный, мягкий. Перемычка между ног у ребенка. Подножка, она здесь прорезиненная. Сама пластиковая, чтобы легко было за этим всем добром ухаживать. Давайте посмотрим. Бампер у нас откидывается, как калиточка. Удобно. Прекрасно просто для посадки. Будет все классно. В общем, друзья, блок реверсивный. Здесь все понятно. Давайте теперь немножечко о раме поговорим. Мне нравится то, что здесь действительно большие колеса. Хороший антишок. Очень хорошие, мягкие амортизаторы, друзья. Вот. Плюс здесь сверху, снизу, спереди. И у нас получается плавность хода практически эталонная. Буквально на пальцах можно посчитать коляски, которые вам дадут ту же плавность хода. Я сейчас не преувеличиваю. Она действительно очень комфортная коляска. Передние колеса, естественно, можно заблокировать. Все нормально. У них очень большой диаметр. Кстати, точные характеристики в деталях. Они будут по ссылке в описании. Так. И что у нас сзади? Собственно, по тормозу. Тормоз классный. Нажали. Заблокировали. И можно отжать также сверху, нажимая кнопку. И доступ в багажник у нас сзади. Он закрывающийся. Можно открыть, собственно, два замочка. И у нас открывается доступ в багажник. Багажник не огромный, друзья. Но, в принципе, достаточный для обычной поклажи, скажем так. Все необходимое вы туда засунете. Но зато закрывающийся и внутренность не пачкается. Все хорошо. Собственно, давайте попробуем ее сложить. И давайте попробуем сложить ее вместе с блоком. Против хода 100% на лон не будет складываться, как надо. Попробуем по ходу. Кнопочку отгибаем. Вот так вот. Пускаем вниз так. Пускаем подножечку. Вот так вот. Ну и получаем вот такую, в принципе, более или менее компактную конструкцию. Но, друзья, не забывайте, что это здоровенная огромная коляска. Сейчас все колясики поправлю. В принципе, все. Меньше мы ее не сделаем. Абсолютно. Разве что, как бы, вот только этой подножечкой. Попробую ее дальше убрать. Ну все, дальше она не убирается. Вот, собственно, вот это ее минимальный размер. Поэтому имейте в виду, пространство в багажнике вам для этой коляски понадобится достаточно много. Ну и давайте подытожим, друзья. Мне нравится у этой коляски в первую очередь соотношение цены-качество, размер, комплектация, ходовые качества. И очень классный материал. Потому что из своей практики, чисто рассуждаю, мое личное мнение. В ткани часто есть возможность повредить, скажем так, при жизни, при эксплуатации в обычной жизни. Но здесь ткань очень хорошо себя показывает. Вот я знаю эту ткань хорошо. Вот здесь ткань самое оно. Крепкое очень и качественное. А в остальном, в принципе, хорошее соотношение цена-качество, друзья. Мне добавить уже больше нечего. Всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Если у вас будут вопросы, пишите комментарии. Они открыты. Пообщаемся с вами там. Ну а вам хорошего выбора. До свидания.